Всем привет! Сейчас многие виды деятельности переходят в онлайн, и одной из сфер, которая получила толчок, стало онлайн-обучение. Оно и до пандемии было достаточно популярным, а сейчас это просто бум. Однако нас, людей, которых интересует вопрос, а поможет ли это мне, как фрилансеру, получить новые заказы, новых клиентов, или как человеку, который ищет работу, удаленную или в компании, или меняет специализацию, интересует вопрос, а есть ли толк, стоит ли игра свеч, стоит ли уделять время тому, чтобы проходить эти онлайн-курсы, будет ли работодатель потенциально рассматривать эти сертификаты, повлияет ли это как-то на ваш заработок фрилансера. О всех этих вопросах и пойдет речь в этом видео, опираясь на статистику, опросы и мой личный опыт, как HR-менеджера, так и сотрудника компании. Сам концепт онлайн-курсов, так называемый MOOC, Massive Open Online Courses, появились еще в 2012 году. И начиная с того времени, испытывают просто экспоненциальный рост. Есть свои игроки, провайдеры, такие как Coursera, EDX, FutureLearn и другие, возможно, вы о них слышали. И если посмотреть на количество зарегистрированных пользователей на этих платформах, понимаешь, что спрос есть. Всего у одной Coursera 65 миллионов зарегистрированных пользователей. В 2019 году цифра была только 8 миллионов, а в 2020 за один год уже зарегистрировалось 20 миллионов человек. EDX, другая платформа, поменьше, там в 2019 году 5 миллионов новых пользователей было, в 2020 году 8 миллионов, всего 32 миллиона заинтересованных. То есть цифры огромные и понимаешь, что конкуренция есть, что люди обучаются. И в основном они что изучают? Они изучают Computer Science, программирование и бизнес, администрацию, менеджмент и предпринимательство. Окей, люди регистрируются, люди начинают курсы, половина бросает, но если все-таки поговорить о людей, которые хорошо прошли курс, они получили сертификат, как по их мнению, а если толк? И Coursera, к примеру, опросила 52 тысячи учеников, которые закончили курсы и задала им этот вопрос. Как вы думаете, по вашему мнению, помогли ли вам курсы достичь ваших целей? И более 60% из опрашиваемых сказали, что да, по их субъективному мнению курсы помогли, но как помогли? Помогли улучшить свои навыки, такая общая фраза. 40% респондентов сказали, что по их мнению прохождение курсов улучшило их шансы на получение должности, которую они хотят. Однако, если говорить о конкретике, то только 25% респондентов заявили, что да, прохождение курсов помогло им получить ту работу, которую они хотели. И 5% респондентов сказали, что прохождение курса помогло им получить повышение. Что же говорят работодатели по этому поводу? В основном, в первую очередь, работодатели смотрят на ваш предыдущий опыт работы и на аккредитированную степень, которую вы получаете в высших учебных учреждениях, не онлайн. Да, на той же Курсере и ДХ вы можете пройти курсы от Гарварда, от Стэнфорда, от Университета в Лиге Плюща, звучит красиво, но это не аккредитированная степень. Это не ваш диплом, не бакалавра, не магистра, и поэтому вот эти все онлайн-курсы, они идут в секцию дополнительных сертификатов, а не основного обучения. Но работодатель в первую очередь посмотрит на ваше официальное обучение и на ваш опыт работы. Поэтому онлайн-курсы даже от самых знаменитых университетов не являются решающим фактором при приеме на работу. Тем не менее, работодатели рассматривают ваши сертификаты уже как второстепенную информацию, которая может быть бонусом, которая может быть подкреплением вашей кандидатуре. Конечно, есть определенные компании, особенно если мы говорим об IT-сфере, которые требуют сертификаты, допустим, Java-сертификаты от Oracle, или Azure-сертификаты от Microsoft, или Amazon-сертификаты, Amazon Web Services. Такие сертификаты являются не просто бонусом, а порой являются как must-have, у вас они должны быть. Ознакомьтесь заранее, потому что если есть такое условие, этот сертификат надо предоставить. Но в других случаях, как и говорила, это дополнительный бонус. Такого плана сертификаты могут быть платными, будьте готовы к этому. И если вы хотите, чтобы ваши сертификаты имели больше вес, лучше за них заплатить, чтобы получить уже конкретную бумагу о том, что вы прошли курс. Та же Coursera предлагает нам за 40 долларов, 50 долларов, 100 долларов сертификат, где будет написано, что вы успешно закончили курс. Не просто прослушали, а прошли задание. Тогда такой сертификат будет иметь больше вес. Важно, чтобы все эти сертификаты были релевантны вашей профессии. Возможно, у вас есть желание обучаться, и вы любите слушать онлайн-курсы по психологии или по питанию. Но если они не имеют никакой связи с вашей профессией, включать их в ваше резюме не стоит. Потому что, скорее всего, их даже не станут рассматривать. И тут возникает вопрос, а как влияет эта строчка о том, что вы закончили такой-то курс, если вы включаете эту информацию в ваше резюме? Как я говорила, в первую очередь работодатель просканирует ваше образование и ваш опыт работы, и только затем перейдет в секцию о дополнительном образовании. Если мы говорим о страничке фриланса, то включая информацию релевантных курсов, может повысить ваш авторитет как исполнителя, как специалиста в сфере. Особенно, если это сертификат от университета с именем, престижно. Если мы говорим о LinkedIn, то, конечно, включайте все возможные сертификаты, которые снова-таки релевантны в вашей профессии. Это всегда плюс. Здесь вы ничего не теряете. Но, если вы меня внимательно слушали, есть несколько вещей, которые вы можете потерять. В первую очередь, это ваше время. Можно проходить онлайн-курсы днями, неделями, месяцами, получать бумажки и чувствовать, что вы делаете прогресс. Но на деле прогресса не будет, потому что, если вы фрилансер, наверняка вы уже знаете, что важнее всего опыт. Важнее всего показать ваше портфолио, что вы уже наработали навыки и вы можете выполнить задачи. Если вы ищете работу, то тоже опыт работы очень важен. Поэтому определите, на каком этапе вы находитесь. Если вы только начинаете свою карьеру, безусловно, вам нужна теоретическая база, база знаний. Нарабатывайте ее, изучайте, но не забывайте практиковать. Если вы уже фрилансер или работник со стажем, с опытом, продолжайте получать новые знания, потому что сейчас мир очень быстро меняется. Но, тем не менее, в вашем случае практика, практика, практика принесет результаты, принесет плоды. С моего личного опыта скажу, что каждый раз, когда я просила повышение в компании, в которой я работала, босс мне задавал вопрос. А ты проходила онлайн-курсы, а ты получала повышение квалификации. Допустим, у меня была специализация Google, у Google есть своя академия, и все время какие-то новые продукты, новые фишки в их Google Analytics, Google Ads и так далее. И моему боссу было важно, чтобы я была в теме, чтобы я знала, а что новенького сейчас, как я могу взять по максимуму с этих продуктов. Также определенный период времени я была HR-менеджером и рассматривала просто сомные резюме. И скажу, что в первую очередь я всегда смотрела на опыт работы и на образование, сертификаты рассматривала редко, да и не так-то много их было в резюме. И задавала конкретные вопросы, а что бы вы сделали, если бы, опираясь уже на реальные кейсы. Поэтому снова-таки практика. Также, что важно, и я поделюсь этим уже как фрилансер больше, когда я начинала зарабатывать онлайн, я поняла, что мне не хватает определенных знаний. И я не просто шла на онлайн-курсы от университетов, хотя я это дело очень люблю, если честно, проходить онлайн-курсы, но я также понимала, что мне надо более прикладная информация. И что я делала? Я находила людей, которые уже являются гуру в области. В моем случае тогда это был Авинаш Каушик, он был главой маркетингового отдела в Google, и я проходила его курс, я записалась в его школу, потому что на тот момент его знания были важны, востребованы, его имя знакомо, мягко говоря, в сфере маркетинга, и вот эти прикладные знания, которые я получала, я их и применяла, и у меня был и сертификат, и у меня были конкретные знания. Это снова-таки то, к чему я вас призываю, получайте релевантные конкретные знания. Поэтому, если вы фрилансер, мой вам совет, рассматривайте только практические курсы, так, чтобы вы получили прикладные знания и сразу их начали применять на практике. Это ценно. И для этого не обязательно идти на платформы онлайн-обучения, таких как Coursera, EDX, FutureLearn, просто можно скачать онлайн-курсы с Udemy-платформы или посмотреть онлайн-прикладные какие-то уроки на том же YouTube в свободном доступе и начинать нарабатывать опыт, нарабатывать портфолио. Если вы ищете удаленную работу или просто работу в компании, тогда получение сертификата от университета с громким именем может помочь, может быть бонусом. Но, снова-таки, посмотрите конкретнее вашу сферу. И если вы знаете, что в вашей сфере есть уже гуру или есть определенные сертификаты, которые требуются, уделите время, чтобы их получить. А так, смотрите по своей ситуации. Если у вас уже есть заказы, есть работа, продолжайте работать, нарабатывать портфолио. Это и прокачка навыков, и увеличение заработка, и это всегда плюс ваше портфолио, ваше резюме. А для души можете брать курсы, которые никак не связаны с вашей специализацией, просто их нет смысла включать в ваше резюме или освещать эту информацию на вашей страничке фрилансера. Я, к примеру, очень люблю онлайн-курсы на многих платформах, проходила и прохожу, которые совершенно не связаны с той работой, которую я выполняю. Просто мне это интересно. И когда во время интервью, допустим, вас могут спросить об ваших интересах, или такой, несколько, конечно, заезженный вопрос, а что вы делаете в свободное время, вы можете сказать, я там изучаю макроме, к примеру, да, вы развиваетесь, это всегда плюс. Поэтому учитесь, развивайтесь, и если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok